Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите программу «Мастер спорта». Крылья Советов прервали серию неудач в Премьер-лиге. После поражения от тульского арсенала самарцы сыграли в ничью с одним из лидеров турнира на таблице – Казанским Рубином. Свой бомбардирский счет в новом чемпионате открыл и Иван Сергеев. Подробнее в следующем материале. После двух домашних матчей Крыльям предстояла небольшая серия выездных игр. Сначала самарцы отправились в Тулу к местному арсеналу. Хозяева оказались не слишком гостеприимными и уже на третьей минуте усилиями Давиташвили открыли счет в матче. Быстрый гол немного спутал карты главному тренеру волжской команды. Крылья побежали вперед, чтобы отыграться и даже создали несколько опасных моментов, но тулики грамотно играли по счету и в целом контролировали ход встречи, а в конце первого тайма и вовсе увеличили свое преимущество. Сократить счет удалось Ивану Сергееву, он реализовал пенальти на 49-й минуте. Но сравнять счет самарцы так и не смогли. Поражение 1-2, после которого Крыльям предстояло играть против Рубина. Казанцы после трех игр имели стопроцентный результат в чемпионате. Сохранить его игрокам Рубина было непросто. Перед встречей с самарцами они сыграли тяжелый матч, затянувшийся на 120 минут в Лиге конференции УЕФА. Эта игра оставила след не только на свежести футболистов, но и на поле казанской арены. Поэтому в первом обоюдоостром тайме волжского дерби команды привыкали не только к друг другу, но и к газону. Хорошая игра. Может быть где-то долго мы привыкали к какой-то специфике, поле соперника и так далее. Но в целом мы играли для себя против очень хорошей команды, качественной. Во втором тайме Крылья адаптировались к игре и стали больше атаковать. На 59-й минуте красивую комбинацию разыграли Зиньковский и Сергеев. Антон выдал шикарный пас пяткой на Ивана, который забил свой второй гол в этом чемпионате. Однако хозяева почти сразу пришли в себя и отыгрались уже через три минуты. После этого команды создавали моменты, но реализовать их так и не смогли. Мы набрали важные очки, понятное дело, хотели победить, забили гол во втором тайме, потом быстро пропустили. Тяжелая игра была, более тяжелая. Знали, что Рудин до этого играл 120 минут в дикой конференции. Уграли быстро, агрессивно, но сегодня сложилось, что сыграли в ничью. По игре, наверное, результат закономерен. В итоге Крылья Советов набрали свое первое очко в этом сезоне и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч самарцы сыграют дома против Сочи в субботу, 21 августа, в 9 часов вечера. Самара отметила День физкультурника. Спортивные состязания прошли с размахом во всех районах города и по разным видам спорта. Центральной площадкой стал стадион «Металлург». Здесь футболисты разыграли Кубок города. Как это было, увидел наш корреспондент. На стадионе «Металлург» футбольное дерби. В финале за Кубок Самары играли две команды с одинаковым названием – «Крылья Советов». В обеих – бывшие профессионалы легендарного клуба. Первый тайм прошел на равных, и футболисты разошлись миром – 1-1. После перерыва инициативой завладели игроки в синих футболках и вырвали победу со счетом 4-1. Последний мяч забили с пенальти. Хорошее настроение на данный момент – это те соревнования, где я участвую. Поэтому футбольное прошлое дает о себе знать, и хочется в любой игре, в любой соревновании побеждать. Финал Кубка города по футболу традиционно проходит в день физкультурника. И для спортсменов победа на соревнованиях в этот день особенно дорога. А поражение втройне обидно. Игра была обоюдоострая. Никто не хотел уступать. 1-0 проигрывали. Получилось так хорошую атаку провести. Сравняли 1-1. Во втором тайме тоже имели много моментов, к сожалению, не реализовали. Но соперники за это нас наказали. Отличная игра получилась. Ну, конечно, за пять минут получить, когда раскрылись еще несколько голов, это всегда неприятно. Но в целом, еще раз говорю, команда весь сезон показывает хорошую игру. Но так бывает этот футбол. Поздравили финалистов Кубка Самары по футболу представители городского департамента спорта и областного Минспорта. Здорово, что в этот день, день физкультурника и день спорта, что проводятся разные мероприятия на разных площадках. Волейбол, футбол, бокс и так далее. Сейчас на набережной будет проходить пляжный волейбол. Это здорово. Я хочу поздравить всех с этим праздником. Всех, кто причастен к спорту. Всех, кто причастен к физической культуре. Хотелось бы выразить благодарность и губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, и участникам оперативного штаба за их понимание того, что заниматься спортом – это нужно. Это большая потребность у людей. Розыгрыш Кубка Самар стартовал в начале лета. За трофей сражались команды по олимпийской системе в двух дивизионах – до 35 лет и старше. Пришли на футбол и ветераны крыльев советов. Правда, только в качестве болельщиков. Но подарки от федерации получил каждый. Без прошлого нет настоящего и будущего. Мы стараемся преемственность поколений соблюдать. Мы стараемся это все отмечать. И у нас это получается. По крайней мере, сегодня были приглашены на награждение. Те люди, которые в свое время отдали очень много сил и энергии и лет за команду крыльев советов. Завершился розыгрыш Кубка Самары по футболу еще одним финалом. Здесь встретились игроки до 35 лет. Молодежный задор удал о себе знать. И счет на табло получился хоккейным. Нефтяник забил семь мячей. Волжанин ответил двумя. Олимпиада в Токио закончилась. Самарские спортсмены вернулись домой. Некоторые не с пустыми руками. На пьедестал почета в Японии поднимались фехтовальщики и гандболистка. В Самаре медалистов встретили как героев. Подробнее в следующих сюжетах. 23 февраля прочитал в интернете. Вы нас врасплох не застанете. Мы спим по очереди. Еще несколько дней назад им аплодировал весь мир. На пьедестал почета близнецы Антона и Кирилла Бородачева поднялись за серебряной медалью в командном зачете фехтования на рапирах. Сейчас спортсмены уже в Самаре. Строят планы на будущее и возможное участие в Олимпиаде, которая через три года пройдет в Париже. Домой приезжать очень приятно. Даже Антон сказал, когда мы прилетели в аэропорт и нас там встретили. Антон даже сказал, что нас теплее, чем в Москве встретили. Но это на самом деле так ощущалось. Я полностью с ним согласен. За сложной наградой на родину вернулся и Павел Сухов. Он также взял серебро на в командном зачете фехтования на шпагах. Таким образом в копилке нашего региона уже две победные медали. Вторым местом немного огорчен, говорит не скрывая Павел. Поэтому планирует вновь заявить о себе и вернуться за золотом. Ну а пока нужно принять многочисленные поздравления, пообщаться с родными и немного отдохнуть. Они проходят в приятных хлопотах, постоянно звонят. То есть куда-то нужно ехать, где-то сфотографироваться, где-то там расписаться. Еще что-то. Но это все приятно, конечно. Сегодня призеры Олимпиады побывали в школе Олимпийского резерва, пообщались с молодыми спортсменами и из рук губернатора приняли цветы, денежные сертификаты в 2 миллиона рублей и дипломы. Вы вносите огромный вклад, в первую очередь, в популяризацию здорового образа жизни здесь, в России, в нашей самарской земле. На вас сравняются мальчишки и девчонки вот с такого возраста, которые восхищены, не знаю, книжками про мушкетеров, которые восхищены видом спорта, которые любовятся на вас сегодня и гордятся вашими победами. Это очень важно. Спортсменов поблагодарила и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. На днях она прибыла в Самару с рабочим визитом. В настоящее время, отметила Елена Шмелева, обсуждается создание спортивных классов во многих регионах страны и внедрение программы индивидуальной подготовки для будущих олимпийцев. За счет такой интегрированной подготовки ребята смогут участвовать в любых соревнованиях и при этом изучать другие, к примеру, научные или гуманитарные дисциплины. Мы очень хотим, мы сделали все от нас зависящее, что, во-первых, занятия спорта были массовые, были бесплатные. Была бы возможность поддержать сначала интерес, когда все очень хотят заниматься спортом, чтобы потом как раз уже происходила специализация, если она будет уже поддержана тренерами и педагогами общежитиями. В этот же день глава города и руководитель образовательного центра «Сириус» побывали и в 8-й Самарской школе. Здесь прошла встреча с родителями учеников, которые похвалили педагогический состав учебного заведения и попросили решить вопрос с ремонтом здания. Ситуацию обсудят детально и окажут возможное содействие. Самарская спортсменка Ольга Фомина в гандболе с 10 лет. За этот период она играла в разных клубах и странах, стала призером различных всероссийских и мировых кубков и чемпионатов. Но серебряная медаль на Олимпийских играх – особая награда для каждого спортсмена, рассказывает Ольга. В этот вторник она вернулась в Самару из Токио. В аэропорту ее встречала целая группа поддержки. Для гандболистки участие в Олимпиаде было не впервые. В 2012-м она боролась за победу в Лондоне, но только на этот раз смогла получить медаль. Было реально тяжело. И я очень рада и благодарна девчонкам за то, что мы все вместе смогли собраться, выстоять против всех обстоятельств, смогли добраться до медалей. Мне все понравилось, как бы грехно что-то жаловаться. Все выглядело, может быть, простенько, но все очень крепко, достойно. Питание хорошее, условия хорошие. Серебряная медаль гандболисток стала заключительной наградой для России на Олимпиаде в Токио. А возвращение самарской гандболистки с самого престижного спортивного состязания стало для всех настоящим праздником. Молодцы девушки собрались, показали, что одна из самых лучших сборных в мире, я считаю. Нет команды, которая никогда не проигрывает. Думаю, выступили очень достойно. Серебро – это одна из высших наград, это показатель команды. Ольга Фомина в составе национальной сборной России уже с 2010 года. Также спортсменка является членом Тольяттинского гандбольного клуба «Лада». В нем так или иначе играла половина сборной России. Причина этому – профессиональный тренерский состав. Министр спорта Самарской области надеется, что и на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, участники Тольяттинского клуба покажут блестящий результат. Я думаю, что во Франции повторится ситуация, когда половина членов сборной команды по гандболу мы сможем предложить главному тренеру. Напомним, что в медальном зачете Россия заняла пятое место, впервые за всю историю выпав из четверки лучших. Однако за всю Олимпиаду наши спортсмены заработали 71 награду. Это на 15 больше, чем на прошлых играх в Рио-де-Жанейро. Молодежную сборную Самарской области под дзюдо ждут кадровые перемены. Вслед за спортсменами-новичками придут и их тренеры. Это произошло после состоявшегося в эти выходные первенства области среди борцов в возрастных категориях до 18 и до 21 года. С новыми восходящими звездами дзюдо 63 региона познакомился наш корреспондент. Династия борцов Сараевых переживает новое рождение. Слава идет по стопам своей матери Анны, трехкратной чемпионки России под дзюдо. Девушка начинала свою карьеру в спортивной гимнастике, но после травмы и высокого роста поменяла брусья на татами. И не прогадала. Сейчас она входит в десятку лучших дзюдоисток страны. Чемпионка по Волжии и Самарской области Сараева младшая. Девушка дисциплинированная, скромная, но амбициозная. Я не буду то ждать, что я выиграю Олимпийские игры или поеду туда. Если получится, я поеду. На Олимпиаду в австралийский Сидней Анна Сараева ездила в 2000 году. Тогда завоевать медаль не удалось. Зато она успешно выступала на чемпионатах Европы и мира. На счету спортсменки бронза и серебро. Закончив соревновательную карьеру, организовала борцовский клуб и занялась тренерской деятельностью. В тот момент она и не мечтала, что когда-то ей придется готовить к соревнованиям под дзюдо и свою дочь. Самое сложное – это работать со своим ребенком. Потому что в первую очередь нужно быть мамой, а во вторую очередь ты уже как бы тренер получается. А тут тренер все равно должен быть настойчивым, он должен требовать, он должен быть жестким для того, чтобы был результат. Соответственно, с мамином немножечко нестыковка получается. Поэтому это очень сложно. Доказать свое право бороться за честь Самарской области на межрегиональных и всероссийских соревнованиях юношам и юниорам нужно на первенстве губернии. По традиции оно проходит в Самаре. В сборной всего 128 мест. За них приехали бороться несколько сотен кандидатов со всех городов и сел области. Команда будет работоспособная, которая готова будет себя проявить и отобраться на финал России. У нас есть кандидаты в сборную команду страны, которые в списках сборной есть. Это Шмидт Андрей весовой категории 73 килограмма, Сараева Станислава, которые в прошлом году уже себя проявили, зарекомендовали. До первенства по Волжье сборная региона проверит свои силы на нескольких всероссийских турнирах. За это время, кроме спортивного, обновится и тренерский состав. С чемпионами в команду придут их наставники. Эксперты уверены, Олимпиада в Токио станет определенным импульсом для самарских борцов по достижению вершин международного уровня. Я думаю, Олимпиада для каждого спортсмена, для каждого любителя спорта. Это как отдельный источник энергии. Даже я, наблюдая за Олимпиадой, вдохновился. Я думаю, ребята, которые тренируются профессионально, для них это еще больше мотивация тренироваться лучше и готовиться к следующим Олимпийским играм. Если не к этим, то к следующим. Пришли молодые ребята, хорошие, перспективные, желающие бороться, побеждать. Победители и призеры областного турнира в октябре отправятся на первенство по Волжье. Юноши разыграют медали в Ульяновске, юниоры в Чайковском, Пермский край. На этом все. Больших побед вам. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова